В распространении пропаганды выгодной Кремлю российский телеканал Russia Today британский регулятор Овком заподозрил ещё весной 2018 года. Поводом для поиска возможных нарушений стали жалобы зрителей и собственный мониторинг регулятора. Тогда Овком изучил 10 выпусков программной РТ. В 7 нашёл нарушения принципов непредвзятости. «Семь нарушений говорят о серьёзном несоответствии нашим правилам вещания. Мы сообщили Russia Today о том, что мы рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры. В распоряжении Овком есть несколько вариантов возможных санкций. Любая штрафная мера, которую мы введём, будет пропорциональна и справедлива». Из официального сообщения британского регулятора Овком. Спустя несколько месяцев Овком открыл ещё три дела против телеканала РТ. Претензии британского регулятора заключались в том, что телеканал представляет события в Украине исключительно с позиции российских властей. В то время как, согласно британскому кодексу вещания, все вопросы и особенно касающиеся важных политических событий и вызывающие противоречия должны освещаться беспристрастно. Но российский прокремлёвский телеканал этих принципов не придерживается нигде. Так, по мнению российского пропагандиста Антона Красовского, надо поступать с детьми, которые критикуют Россию. Эти слова прозвучали в эфире Russia Today. «Красовский» поощряет изнасилование российскими солдатами украинцев. Говорит, что Украина не должна существовать, а её граждане, сопротивляющиеся России, должны быть расстреляны. На это сразу отреагировал глава Украинского министерства иностранных дел. «Правительство, ещё не запретившее Russia Today, должны посмотреть этот отрывок. Это то, что вы принимаете, если позволяете Russia Today работать в ваших странах. Агрессивное разжигание геноцида. За это будем судить этого человека. Не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить Russia Today во всём мире». Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. В Твиттер. «Телекомпания РТ финансируется правительством России. Ведёт вещания на английском, испанском, французском и арабском языках. Передачи РТ доступны по кабельным и спутниковым телесетям во многих странах мира. Готовились к информационной войне. К такому выводу пришли авторы отчёта о влиянии пропаганды РТ в Европе и за её пределами. Его опубликовали и представили в Бельгии в сентябре 2022 года. Как реакция на российскую агрессию, ЕС ещё в марте ввёл запрет на РТ и его разные языковые версии. А соцсети в Фейсбук и Твиттер приостановили учётные записи канала и заблокировали внешние ссылки на соответствующие сайты. Альтернативой российскому инновещанию в Европе может стать канал украинского инновещания «Фридом», чтобы мир узнавал о событиях в Украине без российских интерпретаций». «Рассматривался вопрос перехода не только на русский язык «Фридома», а именно на английский, французский, испанский. Будут арабские языки. Решение было принято, что начинать надо на английском языке, языке международного общения. Остальные языки будут дополняться». Пока основное вещание телеканал «Фридом» ведёт на русском языке и успешно противостоит российской пропаганде. «Именно на наших диджитал-платформах более 820 миллионов просмотров и очень крутые показатели именно по России. Потому что мы говорим на русском языке для русскоязычных людей в мире. Но я думаю, что их отравили именно на русском языке. Поэтому противоядие мы производим тоже на русском». Юлия Островская – директор мультимедийной платформы и навещания Украины на заседании Парламентского комитета. «Уже сейчас канал украинского вещания транслируется через шесть спутников. Увеличилось число стран, кабельных сетей и ОТТ-платформ, куда зашёл канал «Фридом». Его общая аудитория превысила 80 миллионов домохозяйств. И это позволяет украинскому и навещанию уже в ближайшее время заменить запрещённый в Европе российский пропагандистский телеканал «РТ». Наталья Гусак, Вадим Штенгелов для телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова